Добрый день, коллеги! Добро пожаловать в серию уроков по технологии KNX. Мы уже более 10 лет занимаемся KNX и решили сделать ряд обзорных видео по основам системы. В этом видео мы хотим рассказать о базовых понятиях, а в следующем видео мы сделаем небольшой демонстрационный стенд и покажем, как запрограммировать его с помощью программного обеспечения ETS. И начнем с небольшой презентации. Вначале я хотел бы рассказать вам о нашем портале по автоматике, на котором вы найдете почти все популярные бренды KNX в России. Мы сделали его для того, чтобы вам было удобно подбирать оборудование и быстро считать свои коммерческие предложения на оборудовании KNX. Вы можете воспользоваться интеллектуальным поиском по артикулу, удобными разделами по всей номенклатуре, ознакомиться со всеми линейками KNX-выключателей разных брендов, представленных на российском рынке. Или же, если вы работаете с привычным для себя брендом, использовать развернутый поиск по оборудованию конкретного производителя. Также на нашем сайте предлагается несколько вариантов демо-наборов для начинающих пользователей и будущих KNX-интеграторов. Особенно рекомендуем пройти регистрацию, чтобы собирать свои заказы в корзину. А теперь коротко по истории появления протокола. KNX протокол был создан в 1990-х году совместно несколькими компаниями АББ, Гира, Сименс, Шнайдер Электрик и еще некоторыми известными производителями. Всего порядка 15 компаний. Раньше никто не использовал такое понятие, как умный дом. А этот протокол создавался специально для автоматизации инженерных систем для частных жилых и коммерческих зданий. Это открытый протокол, и для него каждый может разработать свои собственные компоненты и сертифицировать их в ассоциации. Штаб-квартира находится в Бельгии. Ассоциация строго следит за исполнением стандарта. На момент записи этого ролика в ассоциацию KNX входит уже 500 производителей оборудования. Уже более 94 тысяч сертифицированных специалистов в 171 стране мира являются KNX-партнерами. Представлен очень большой ассортимент продуктов, более 8 тысяч сертифицированных устройств, большое количество учебных центров, тьютеров, интеграторских сообществ и специалистов по всему миру. В KNX-протоколе данные передаются путем четырех физических сред передачи данных. KNX-TP – это проводное соединение при помощи специальной витой пары, кабелем сечением 0,8 квадратных миллиметра. KNX-RF – это передача сигнала по радио. Передача осуществляется на частоте 868 МГц, но, к сожалению, у нас в России официально не используется по причине невозможности сертифицировать оборудование на этой частоте. KNX-IP – это передача KNX-данных через IP-протокол. Используется в основном для объединения нескольких инсталляций KNX-TP и для удаленного объединения систем, а также для управления системой через беспроводную сеть Wi-Fi. KNX-PL использовался в ранних версиях протокола. Производители уже не выпускают на нем оборудование, и он нигде не встречается на профиле. Теперь я вам расскажу об основных преимуществах KNX. К KNX-преимуществам я могу отнести следующее. Большой ассортимент продукции, более 7000 единиц оборудования. Но стоит отметить, что есть разные производители с одинаковыми товарами по техническим характеристикам, но разными функциями и логикой внутри оборудования. Есть компании, которые имеют полный ассортимент – от выключателей до динричного оборудования. А есть производители, которые занимаются только отдельными узконаправленными функциями KNX-оборудования. Например, Nthesis для кондиционеров или Pairot для голосовых помощников. Второе большое преимущество KNX-оборудования – децентрализованность системы. Это означает, что вам не нужен сервер или контроллер, который будет раздавать команды всем устройствам. Каждое устройство работает само по себе. Это очень большой плюс, поскольку если один из компонентов выходит из строя, остальные продолжают работать в своем режиме. Всегда можно поменять или проапгрейдить необходимый компонент системы, не затронув работоспособность всей инсталляции. Каждое устройство можно настроить индивидуально. Но даже имея массу преимуществ, в KNX есть некоторый недостаток. Это цена. Относительно высокая цена, если сравнивать с другими дешевыми аналогами. Также для начальной работы потребуются следующие компоненты. Блок питания шины KNX, IP или USB интерфейс, это S5 лицензия от ассоциации, которая также стоит денег. Тут важно понимать, если вы планируете управлять парой группы освещения в небольшой инсталляции, то это очень дорого и нецелесообразно. Но если вы собираетесь управлять целым домом или квартирой от 80 квадратных метров, сделать комплексную автоматизацию инженерных систем, то эти первоначальные затраты окупятся и будут приносить комфорт и пользу. Вот базовый перечень функционала, который закрывает KNX инсталляция. Освещение. Управление освещением, как релейное, так и диммирование. Управление шторами, ралетами и различными приводами. Климатическое оборудование. Управление отоплением, как водяным, так и электрическим. Вентиляция. Вытяжные вентиляторы при точно вытяжной установке. Теплые полы, как электрические, так и водяные. Система кондиционирования. Управление непосредственно внутренними блоками кондиционеров. Также косвенно можно управлять безопасностью. Система защиты от протечек. Видеонаблюдение. Датчик движения. Пожарная сигнализация. Домофония. Или управлять развлекательными системами. Мультирумом, домашним кинотеатром и другим медиа оборудованием. Теперь рассмотрим минимальную конфигурацию одного сегмента шины. Подробнее об этом мы расскажем в следующем видео. Но кратенько. Питание шины 30 вольт постоянного тока через блок питания шины KNX. IP или USB интерфейс для программирования и удаленного управления. Здесь отметим, что IP интерфейс намного удобнее, так как позволяет заниматься программированием и настройкой по Wi-Fi из удобного места на объекте, а также производить наладку в разных помещениях. Но USB интерфейс тоже имеет ряд преимуществ, так как вам не понадобится поднимать локальную сеть Wi-Fi на объекте и прописывать IP-адреса. Просто подсоединяем USB к ноутбуку и вперед настраиваем. Дальше у нас может быть от 1 до 64 устройств, которые могут быть актуаторами, датчиками, реле, диммерами, выключателями или любыми другими компонентами шины KNX. В современном стандарте можно использовать до 128 устройств на одном сегменте линии с применением более мощных источников питания. Основные правила организации шины для соединения сегментов и линии шины используются в устройстве LineCoppler. Сегмент представляет из себя набор KNX-устройств на физической шине, которые соединены между собой. Каждый отдельный сегмент должен быть запитан блоком питания из расчета количества устройств на нем и соединен с другими сегментами или группой сегментов при помощи линейного соединителя. До конца 2018 года можно было использовать только устройства типа 1.64. Это означает максимум 64 устройства этого типа могут быть соединены вместе. Однако в 2019 году регламент изменился и внутреннее сопротивление приема передатчика в устройствах было уменьшено. Новый тип называется TP1-256. Нововведение позволяет использовать 256 устройств на линии без применения линейных соединителей. Сейчас в инсталляции можно использовать оба типа. Кратко расскажем о напряжении питания шины. Напряжение на шине в нормальном режиме составляет до 29 до 30 вольт, хотя стандарт допускает работу компонентов при напряжении 21 вольт. Таким образом, падение напряжения может составлять до 9 вольт. В среднем одно устройство подвергает 10 мА. Стандартный блок питания для инсталляции более 32 устройств имеет емкость 640 мА. Однако надо понимать, что некоторые устройства могут потреблять больше стандартных 10 мА и придется ставить дополнительный блок питания или разделять линии на сегменты. В небольших квартирах, где устройств не так много, можно обойтись блоками питания на 160 и 320 мА. Типовая схема инсталляции имеет следующую топологию. Главную линию, на которой располагаются важные системные устройства. При помощи линейных соединителей к главной линии присоединяются дополнительные линии. Как правило, это отдельные этажи здания с выключателями и этажными щитами управления. Для масштабирования системы на очень больших объектах мы рекомендуем объединять линии при помощи IP-шлюзов, выполняющих связующую роль между системами KNX и диспетчеризации. Каждое KNX-устройство имеет свой индивидуальный физический адрес ношения, соответствующий положению устройства в топологии всей инсталляции. Это первый параметр, который следует присвоить устройству. Физический адрес имеет следующий формат. Номер области, который принадлежит устройству, номер линии сегмента, на котором оно находится, а также номер самого устройства. Таким образом, в одной KNX-инсталляции может быть до 57600 устройств. Главным образом, физически он же индивидуальный, адрес служит для настройки и ввода системы в эксплуатацию. Топология проводной шины KNX может иметь следующие типы организации ее разветвления. Последовательное соединение, оно же шина, соединение звездой и древовидное соединение. Все эти варианты могут комбинироваться на абсолютно любом участке линии. Образование колец категорически запрещено на любом участке шины. Передача команд по шине происходит при помощи телеграмм, которые передаются по адресу назначения. Так называемые групповые адреса. Они имеют определенный тип данных и отвечают за взаимодействие между устройствами. По сути, с точки зрения настройки системы, групповой адрес является функцией в системе KNX. Групповый адрес имеет формат трех чисел, разделенных слэшем. Главная группа, средняя группа и подгруппа. Это влияет на приоритет передачи команд в шину. Для самых важных широковещательных команд мы рекомендуем использовать адрес 3.0 и близкие к этому значения. KNX-устройства имеют различный форм-фактор, функционал и назначение. Две основные группы устройств. Исполнительные устройства, как динречного, так и скрытого монтажа. Это актуаторы релейные, диммеры, шлюзы в системы управления освещением, DALI 0.10 вольт, LED контроллер, DMX, актуаторы управления клапанами отопления и нагревательными элементами, шлюзы для блоков кондиционеров и вентиляционных систем, интеграция с другими шинными протоколами, Modbus, Crestron, Control4, RTA и многие другие, серверы данных, визуализации, интеграция с голосовыми помощниками и многое другое. Вторая большая группа – пользовательские устройства. Выключатели, бывают сенсорные и клавишные, различные датчики, движения, присутствие, климатические датчики, температуры, влажности, качество воздуха, CO, CO2 и многие другие. С полным перечнем QNX-устройств и функционалом вы можете ознакомиться на нашем сайте qnx24.com. Мы собираем самое популярное и востребованное оборудование, а также постоянно обновляем для вас каталог. В следующем видео мы обязательно соберем простую QNX-инсталляцию с несколькими устройствами и наглядно покажем, как все это работает. Благодарю вас за просмотр. Обязательно напишите в комментарии, что вы хотите узнать об автоматизации QNX. Если информация была вам полезна, будем рады, если вы поддержите нас и поставите лайк. Это мотивирует нас снимать новые видео для вас. До встречи, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok